Продолжение следует... Сейчас вы будете воевать на стороне России. Ну что, воевать? Я, слава богу, по военной учётной специальности капитан запаса, командир роты химзащиты. Химзащита не воюет. Химзащита обрабатывает, если химатака обрабатывает иные войска. Какие ваши вчерашние впечатления от этого присоединения, можно сказать, ДНР, ЛНР к уже реально... Ну я поздравил жителей, кто попадается, и знакомых жителей ДНР, ЛНР. Но я, в принципе, этим опечален, потому что вообще считаю, что неправильно Россия действует. И в 14-м году нужно было захватывать 10 областей. Потом бы Запад, ну в смысле, освобождать, да? Не Крым один. Крым всё-таки неисконно российский, и неисконно русский. Он захвачен в Османской империи. Исконно русский Харьков, Донецк, Луганск. Это вот исконно русские города, основанные, соответственно, русским царством или Российской империей. Ну ладно, я немножко отвлёкся. Вот в 10-м году, в 14-м году нужно было захватывать 8-9 областей, 10, да? Запад подложил санкции. Потом в качестве бонуса им предложить, мы вам отдаём днепр и Карпивницкий, обратно в Украине, за снятие санкций. Вот Запад бы на это повёлся, если бы Запад на это повёлся, это был бы высший пилотаж от со стороны Путина. Вот если так он поступил. А так... Как посоветите, пускай сейчас сделают. Ну сейчас уже не то время, и Украина напичкана оружием. Она в 14-м была никакая. Сейчас здесь все областей, пускай хоть 4 области отвоюют. Харь, вот полностью Донецкую, Луганскую и Харьковскую, ну и Запорожскую, чтобы коридор был в Крым. Нормальный коридор, не какой-то там мост. Нормальный коридор, царский ход через Харьков, Александровск, Мелитополь. Согласен? Вот. Если хотите, да, если хотите, заходите на мой канал. Ну, что ждёт Украину в будущем? Ну, россияне же пока решают эту задачу, чтобы не было этих натовских глаз возле их границ. Я так понимаю. Поэтому вот эту первоочередную задачу решат. А дальше я не знаю, у меня такое ощущение, что Украина может разделиться как Советский Союз. Ну, это было бы оптимальные варианты, наилучшие, если бы она разделилась. А мне кажется, других вариантов очень мало. Чтобы она разделилась мирно, как Советский Союз. Потому что... Да, вот у меня такое ощущение, что она может... Это было бы супер. А вот этот вариант, что Россия спугнёт Украину, Украина вернётся к нейтральному статусу, прогонит базы, и, ну, вернётся на состояние, скажем, 2000 года, да? А баз не будет по-любому. Русские поставили эту задачу, у них это очень серьёзно. Ну, базы состроятся, базы, базы, ничего страшного, они в Прибалтике могут поставить. Я не понимаю, что вообще этот шумиха насчёт Украины. И почему так, вообще, так вот Путин или Россия нервно относятся. Они почти Харьков приплетают, хотя есть 20 городов Украины, которые к Москве ближе, чем Харьков. Просто это стереотип мышления. До Харькова ближе всего по железной и по автомобильной дороге, потому что прямая дорога. А с точки зрения ракет-то не так судится. До Сумы ближе, чем Харьков, к Москве, километров на 15. Но ехать в Сумы, как на поезде, так и на машине, дольше, потому что крюк делаешь. А в Харьков прямая дорога, ну, как в Питер почти, что прямейшая. Но когда вы рассчитываете подлёд, а это даже не важно, какие дороги, важно расстояние по карте. Вот 20 городов в Украине, ну, 15-20, ближе, чем Харьков к Москве. Из них два областных, это Сумы и Чернигов. А что-то... А вот я скажу... А что-то при... Я скажу, где Беларусь, да? Беларусь. Я скажу, вот... Если бы у нас там, типа, президент решил построить какую-то базу военную возле, допустим, Смоленска, на границе между Беларусьей и Россией, да, и поставить там какие-то ракеты против России, Ну, мы сами беларусы были бы против этого, понимаешь? Нет, ну, в Украине, может, тоже против, без креста населения, но она молчаливая, так сказать, и запуганная, да. Ну, у вас тоже запуганная, уж таки, по-честному говоря, да. Не-не-не, потому что довёл бы до войны с Россией это столько, 100%. Ну, понятно. Вот у нас, смотри, у нас, вот, в прошлом году, ну, не прошлом, а позапрошлом, вот эти выборы, там, вот так, как Тихановская баллотировалась, да? Ну, вот такой. Ну, так, почему она проиграла? Потому что у неё в выборной программе был разрыв отношений с Россией и сближение с НАТО, понимаешь? Ну, разрыв, я не помню, она там, наоборот, говорила, что нужно строить отношения с Россией, чтобы она была... И она полностью хотела... Она хотела на двух стульях сидеть, как Кучма, как Кучма. Нет, она хотела выйти из УДКБ, выйти из УДКБ, выйти из УДКБ, в УДКБ, восстановить границу между Белоруссией и Россией, это бы никто не прошёл. Даже если бы она клялась, если бы она полностью была бы за Россию, она бы не прошла. Ну, потому что всё-таки видно, что неподготовленный человек. Так вот, я продолжу свою мысль. Это как раз хорошо, что... А, жаль. А за себя он был совсем не разговорник. Да дура коваляне. Разговаривать, разговаривать. Он так говорит, что они... Почему же тогда в утилитарном государстве... Ну, правильно, утилитарное государство. Правильно? Великобритания утилитарное государство. Германия утилитарное государство. У них есть один... Ещё раз зафиксировали, Пётр. Зафиксировали то, что я сказал. В Татарстане... В Татарстане нету ни одной школы с татарским языком обучения. Это факт. Это факт. В Татарстане нету ни одной школы. А в 22-м году Липска область где была? В Австрове, Англии. Опа, так это не была ещё? Ну ещё. Это русский был. Мы сделали украинский угол, мы начали. Мы пытались. Да, да. Украина, которая... Ну, всё равно. Ну, по-климическому... Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть консульный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми снабёдами. От Хайкова до Гиева 480 километров, а до границы с Россией 40. Давай, страна огромная! Давай, наркомерный бой! Ты машинской силой нёмною! Не оранжевый чугой! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!